Ну и теперь об этом и многом другом подробнее. Почему дом уже полтора месяца стоит без крыши, под дождем, лично решил выяснить глава региона. Откликнувшись на жалобу зареченцев, сегодня утром Алексей Дюмин неожиданно нагрянул к жителям старенькой двухэтажки в Тульских горелках. Ремонт начался в середине мая. Кровлю разобрали, накрыли тонкой пленкой и оставили. Алина Фурсенко следит за злосчастной судьбой дома и его обитателей уже две недели. Ей слово. Крыша раскрыта уже с какого? В конце мая. Протекло все, что можно. С первого по второй этаж протекло. Квартиры. Все обрушилось, потолки рушатся, дыры в потолках. Жители дома номер 8 по улице Большой до сих пор с ужасом ждут дождей за полтора месяца. Тут чего только не случилось. Обваливались стены, потолки и горели телевизоры. На этой крыше мы побывали две недели назад и за это время мало что изменилось. Все те же трещины в балках и щели между листами тонкой пленки единственной защиты крыши от дождя. Защиты жители искали и у местных чиновников. Писали, жаловались. Дело не сдвинулось ни на гвоздь. А сегодня от количества гостей даже растерялись. Все, кому писали, гендиректор фонда капремонта, глава района, региональные министры, спешно пожаловали сюда. Правда, вопросы им задавали уже не жильцы, а глава региона. И в довольно жесткой форме. Где глава района? Я. Да. У меня к вам вопрос, как главе района. У вас под носом творится вот такая ситуация. Почему она происходит? Мы с подрядчиком. Меня не интересует, что вы с подрядчиком. Здесь ситуация до капремонта была лучше, чем после капремонта. До ремонта под дырявой крышей теперь под открытым небом. Романтично может, но уж очень неудобно при каждом ливне выносить по восемь ведер воды. За две недели в доме появились и новые достопримечательности, например, свалка строй мусора в подъезде. Вбуханы деньги, но я не вижу, что здесь идет компремонт. Я не вижу, что здесь компремонт. Это имитация ремонта. Сейчас бы не было прессы, я бы назвал это по-другому. Как именно, обещал пояснить наедине, после чего чиновники определились, когда жителям ждать изменений. Погодные условия не давали. Раскрыта была часть кровли и не давали. Мы все эти вопросы... Сколько вам надо времени, чтобы навести порядок? До 20 июля мы закроем этот руль полностью. Вопросы по залитию. Подрядчик утверждает, что, если только он кровлю закончит, ремонтирует к концу месяца этого, то есть с каждым жителем, с каждой квартирой индивидуально разберется и возместит. Кстати, решив вопрос о том, что делать, вопрос, кто виноват, тоже не оставили без внимания. Вам я объявляю замечание. Те строки, которые установили, я лично приду и посмотрю. Если эта проблема в доме решена, те строки, которые вы установили, не будут реализованы, значит, я по всем полам прямомерно. Стоит сказать, проблем в доме еще навалом. Воды, кроме той, что течет с крыши, в доме нет. Ее жители набирают в колонки и моются в тазу. До уличного туалета 115 шагов считали. С тем, что удобств в доме нет и не будет, люди почти смирились. Накопившиеся десятилетиями проблемы за две недели не решить. Обрести бы крышу над головой и желательно без прорех. Алина Фурсенко, Андрей Куничкин, Сергей Куренков, Вести Тула. Ну и сегодня же Алексей Дюмин дал поручение проверить все дома, где в настоящий момент идут работы по капитальному ремонту. Срок исполнения – один месяц.